У предателя Ельцина власть вежливо отняли в 1999 году. Любой ход Владимира Путина в 1999 году ввел бы к гибели России и уничтожению русских. Решительное сопротивление принесло бы быстрый разгром, а полная покорность привела бы к медленному гнилому угасанию, неизбежному удавливанию. Статья Путин гамбитами по Цукцвангу. Автор Николай Выхин. Цукцванг – это положение в игре, при котором любой ход игрока ведет к ухудшению его позиции. А гамбит – это ситуация, когда одна из сторон в многоходовой комбинации жертвует своей фигурой, заманивая более сильного противника в невыгодную для него комбинацию и при этом вызывая у него эйфорию победителя. Бывают ситуации, в которых гамбиты – повторное подыгрывание «Коварная уступка», единственное средство выйти из Цукванга, предпочитая меньшее зло большему. Так разыгрывал партию гениальный стратег Кутузов в 1811 году в Турции, сдача туркам крепостей для заманивания их на румынский берег Дуная, где они были окружены. И в 1812 году, когда отражал натиск Великой Армии Наполеона. До него таким же образом разыгрывали большую игру и на Великой Шахматной доске, а Невские и его потомки – московские князья в отношениях с Золотой Ордой. И много еще кто, не будем углубляться в историю. Но, опуская длинные экскурсы, можно говорить, что бить гамбитами по Цуквангу – традиционная русская стратегия, неотъемлемая часть русского военного искусства. Она вырабатывалась неизбежно, учитывая громадное значение русского народа в мировой истории и не соответствующую его роли малочисленность. Именно гамбит был положен Владимиром Путиным в качестве основного средства противодействия Цуквангу на Великой Шахматной доске. Если военный стратег перед битвой раскладывает карту местности, то политик раскладывает карту событий, аналитически оценивая создавшееся положение. Давайте попробуем кинуть взгляд в прошлое и глазами Владимира Путина посмотреть на карту событий в 1999 году. Как и для Ивана Калиты, князя Московского, перед глазами Владимира Путина предстал безысходный Цукванг. Любой ход Путина в 1999 году ввел бы к гибели Россию и уничтожению русских. Холокост – окончательное решение русского вопроса, которое мы видели в 92-м в Приднестровье, в середине 90-х в Югославии, а в наши дни – в Донецке. Решительное сопротивление принесло бы быстрый разгром, а полная покорность – медленное и гнилое угасание, удавливание. Русские патриотические силы, рыхлая совокупность партий, движений просто отдельных граждан, стремящихся защитить Россию, любят критиковать Путина за непоследовательность, нерешительность и половинчатость его решений, часто принимающих вид предательства. Скажу, что и я сам лично не раз говорил и писал в этом духе. При этом рыхлая совокупность патриотов, включая меня, не давала себе труда оценить общую обстановку. Главная моя мысль вот какая – силы вокруг Путина, пусть даже они с ног до головы вымазались вонючим глобализмом, чтобы сбить собак противника со следа, дрались упорно и нестандартно, но главное – не бежали. А до них добрая дюжина патриотических ополчений России, начиная с ГКЧП, столкнувшись с псами ада, именно бежали позорно, на второй-третий день реальных боестолкновений, да еще на бегу и панику сеяли с воплями – все пропало, все погибло. Театр гибридной войны Соль и суть дела в том, что русские патриотические силы на протяжении многих десятилетий терпели от организаторов геноцида русского народа одно страшное поражение за другим. Всякая попытка прямого лобового сопротивления приносила очередной катастрофический разгром патриотических сил, после которого становилось только хуже. Начнем с того, что вегетарианская, прекрасно душная и слабоумная в своем добродушии советская среда ничего не смогла противопоставить социуму волку, в котором рыночная конкуренция даже детей заставляет давить, чтобы не быть раздавленными. Случилась катастрофа перестройки, в которой русские патриотические силы явили собой на ринге боксера слепого, глухого и при этом еще и с неотработанной техникой ударов. Сама по себе перестройка Горбачевщина – это великая катастрофа русского национального движения и самосохранения. В ходе ГКЧП русское патриотическое движение было разгромлено в три дня, после чего начался чудовищный пир стервятников на русском народном теле. За 91-м последовал 93-й год и вновь позор, полный разгром всей совокупности патриотических сил. Мы все тогда мелодраматично заламывали руки и клялись умереть за Россию, но не умерли, а кто-то умер, однако и это ничего не дало. Ведь задача воина – не умереть, а победить. Мы вся совокупность русских патриотов дали в 98-м году, когда пытались осуществить импичмент алкоголика Ельцина. Начав дело в 98-м, патриотические силы тянули с импичментом почти год, растрепав о затеваемой процедуре кому надо и кому не надо, дали Ельцину с избытком времени подготовиться и в итоге, конечно же, позорно и фарсово провалили все дело. Еще была атака Рохлина, безусловно, ныне доказанная попытка военного переворота, которую готовил генерал Лев Рохлин в 98-м году. Святой и мученик русского патриотического движения Лев Рохлин планировал спасти страну от ползучего геноцида путем свержения хунта и Бориса Ельцина и захвата власти в Российской Федерации. За две недели до планируемой даты переворота организатора заговора Рохлина нашли убитым на его же собственной даче. Они снова оказались быстрее, сильнее и расторопнее нас. Чего еще вспомнить позор с гориллой генералом Лебедем, когда существенная часть патриотических сил оказалась очарована подложенным к ней в опочивальню бабуином, провал шахтерских бунтов, безысходность перекрытых федеральных трасс, на которые Западу было плевать, потому что русские парализовали не их, а собственную страну. Хоть это и больно, и стыдно, братня мои во Руси, но мы должны принять горькое лекарство признания. Кроме Владимира Путина с его весьма специфическими приемами и черным юмором патологоанатома сыграть на повышение в новейшей истории Российской Федерации никто не смог. Ни Янаев с Крючковым, ни Пуга, ни Рудской, ни Зюганов с Харитоновым, ни Рохлин с Илюхиным. Всем этим людям, наверное, когда-нибудь поставят памятники, но только как беспомощным жертвам антирусских сил. Перечисленная мной лишь поверхностная информация, знакомая каждому обывателю. Безусловно, Путин знал и знает гораздо больше этого. Но суть понять не мудрено без секретной информации. В новой гибридной войне все наши защитные средства превратились в буденовскую кавалерию, скачущую на танке Гудериана. Атака следовала за атакой. Запад отчасти даже сам провоцировал эти атаки, потому что после очередного разгрома он навязывал очередную капитуляцию, еще на вершок затягивающую петлю на русском горле. Орда, раздробленность и реалист В этой ситуации к власти приходит давно подбирающийся к ней и отнюдь не в белых перчатках, это нужно понимать, Владимир Путин. Я всегда сомневался, что Ельцин – чудовищный монстр, ради своего властолюбия, утопивший Россию в крови, ради власти расстрелявший парламент, добровольно ушел до срока. Даже для заживо разлагающегося Ельцина это нетипично. Ельцин за власть был готов убить любого. История темна и поныне, но кое-что приоткрывается за давностью лет. В канун 2000 года в обстановке, когда в России традиционное глухое затишье и затяжная череда праздничных дней, в самую пьяную из всех недель в году в кабинет к Ельцину вошла группа высших офицеров Российской Федерации. Момент был избран безошибочно. Группа Путина била внезапно и наверняка, и тем отличалась от Янаевской, Очаловской, Рохлинской или Квачковской. Вошли они, а вышли уже с отречением от престола. Было по позднему признанию Шойгу человек 8. Ельцина не выпускали из кабинета. Быстро записали новогоднее обращение к нации. Тогда дорогие россияне услышали историческое обращение уже не вполне вменяемого алкаша «Я ухожу, ухожу раньше положенного срока. Я понял, что мне необходимо это сделать». То есть, когда парламент расстреливал и страну в крови топил, он этого не понимал. А тут человек 8 офицеров высшего звена разъяснили ему, что как. Он сразу все понял. «Хотел бы я присутствовать при этой сцене и насладиться изумлением пьяной мрази за все унижения моей юности. Но чего не дано, того не дано». Даже сегодня мы лишь предположительно, по косвенным данным, говорим, что в новогодние дни состоялся верхушечный дворцовый переворот. Официальная версия остается железобетонный Путин, верный сын и ученик Ельцина, продолжатель всех его дел. А депутат Евгений Федоров этот переворот называет «загогулиной Ельцина», то есть причудой старого негодяя, у которого на секунду проснулась совесть. Для гроссмейстера Путина, игравшего с матерым зверем, мирового англо-сионизма, собаку, съевшего на закулисных играх, ядах и подставах, это был первый гамбит. С точки зрения обычной политической логики, Путину было бы гораздо выгоднее отречься от старого беса и всех его гнусных дел. Тогда он получил бы свой сегодняшний рейтинг в народе, ненавидевшим кровожадное ничтожество американскую марионетку Ельцина. Сдавая свою репутацию и популярность в глазах всего русского патриотического движения, превращая себя из героя нации победителя дракона в драконово яйцо, Путин жертвовал многим, но выигрывал еще больше. Хранимый и оберегаемый путчист-преступник Ельцин превратился у Путина в декларацию о намерениях перед англо-иудейским всемирным заговором. Путина тогда впервые стерпели там. За это тут ему пришлось много лет утираться от наших плевков, потому что даже подмигнуть нам он не мог в своей тяжелейшей, почти безнадежной миссии. За первым гамбитом последовали и многие другие, вы помните их лучше меня, это и Камрань, и Лурдос, и Станция Мир, и вступление в ВТО, ну и много чего, короче. Но главным гамбитом, главной шахматной фигурой, сданной в игре, стала экономика. Экономический либерализм, безысходное дерьмо, убийца народов, стал для англо-иудейского всемирного заговора гарантом невозрождения ненавистной России. Они, все эти бильдербергцы, череп и кости, рассуждали весьма основательно и логически. Россия в заднице? В заднице. Люди дохнут? Дохнут. Значит, Путин нас устраивает и свергать его пока погодим. За такую стратегию большого гамбита Путина России и русскому народу пришлось заплатить, и сегодня приходится платить страшную цену. Московский князек во всемогущей золотой орде. Внимательно посмотрите на выражение глаз. Наверное, такие же были и у Александра Невского, когда он вынужден был стоять у стремени хана. Экономика была и остается самым слабым нашим местом, плацдармом Запада в России, откуда Запад наносит по всем нам, каждому из нас, чудовищной силой удары. Но нетрудно заметить, что путем многих, из страшных жестоких, скрывать не буду гамбитов, Путин выходит из ситуации Цугванга. Ценой сдачи коней, ладей, офицеров и даже ферзей, он расчистил клетки для выхода короля из комбинации шах и мат. И как бы не был опытен, коварен, неразборчив в средствах и подозрителен англо-иудейский заговор, скажем прямо, он эту комбинацию проглядел. Отсюда и сегодняшний неистовый вой на Западе. Рвут голубчики на себе волоса, это вам не с лохами ГКЧП играть, не с благородным наивным мальчиком Рудским, не с несчастным Рохлиным. Не ждали ханы от московского вассального князька такой прыти, прямо скажем, не верили в такую многоходовую холодную расчетливость Гоя и посмотреть вверх не умеет. Московский князек, которого все нулевые годы они могли смести движением мизинца, да так, что русские лохи еще и плясали бы на площадях от радости освобождения. Выкрал у них главное – чашу Грааля, копье судьбы и ковчег завета в одном флаконе. Он незаметно подменил власть массонерии, у нас ее политкорректно называют финансовой олигархией, личной властью. Самодержавной в русских традициях. Он одного за другим снял с постов часовых массонерии и выставил своих часовых. Нырнуть в темные глубины Теперь немного отвлечемся, дорогой читатель, чтобы вы поняли суть. Как вы думаете, почему массонерии так люто ненавидят монархии? Причина очень проста. Монарх имеет все лично, он хозяин земли. Поэтому массонерии нечем его подкупить, нечем запугать и убрать его она может только путем кровавой революции. То ли дело выбранное, сперва в ложах, а потом через клоунаду всенародных голосований временщики. Во-первых, правящий заговор олигархов сам их назначает и ставит. Во-вторых, если ставленник припухает или заборзеет, у массонерии есть на него прихваты. Его можно переизбрать, причем в отдельных случаях досрочно, засудить в суде, который пребывает, как вы догадались, в руках правящей ложи, отстранить от власти в парламенте, депутаты которого назначаются, как вы понимаете, из числа правящей массонерии и тому подобное. Приходящий на 4 года временщик и попугай ничего не сможет сделать, потому что кадры решает все, а у него своих кадров нет, не успевает обрасти ими. Президенты-то меняются, а вот правящая клика, банда Кодла, не менялась у них последние 200 лет. Вы, поборники демократии, знаете ли достоверно, кто избрал хотя бы первого из Морганов, Ротшильдов, Рокфеллеров? Как ни относись к Путину, я не слышал, чтобы он думал передать власть сыну, по-моему, у него и сына-то нет, а эти 200 лет подряд из поколения в поколение наследуют землю, и это считается демократией. Под человеками понимается очень и очень ограниченный круг лиц, чьи права действительно жестоко отстаиваются. У остальных прав не больше, чем у свиней. Чего добился Путин? Поразительно, но прозападные либералы, пятая колонна и западные массонерии в своей истерике совершенно не скрывают сути претензий к Путину. Он стал несменяемым. Вы не поверите, но я мониторю. И там открыто об этом говорят. Видимо, сказывается презрение к русским, как свиньям-гоям, которые ничего не понимают и понять не могут, а потому можно при гоях не стесняться в выражениях. Латинская калька, слово самодержавие, суверенитет. Народы, не имеющие самодержавие, не имеют и суверенитета, и наоборот. Западу очень нужен в Кремле сменяемый засранец, на которого можно было бы надавить и при нужде заменить. Западу нужны одноразовые политические проститутки, чей второй срок очень похож на вопрос сутенера. Продлять будете? И самое потрясающее. Мы живем в такое циничное время, что разные ведомости и новые газеты даже не стесняются это озвучивать открыто. Либералы пытаются нам внушить, и многим не безуспешно, что именно политическая проституция с вопросом к клиенту продлять будете – это и есть высшее счастье и предел мечтаний гражданина. На самом деле такая теория – одна из многих извращений нашего поганого века. Ведь оглянувшись в историю, мы увидим, что нет ни одного великого политика, который что-то хорошее сделал бы для людей, уложившись в избирательные сроки элитной массонерии. Несменяемые не только Фидель Кастро или Лукашенко, Чавес или Сталин, несменяемости потребовала жизнь и от Рузвельта, и от Шарль де Голля. Да любого из великих, называйте, не ошибетесь. Почему? Да потому что, вы и сами поймете, если пораскинете мозгами, что несовместимы они великие дела на благо людей и повременная политическая проституция. Всякая самостоятельная суверенная власть с неизбежностью начинает работать на свой народ, свою страну, потому что уже не может отделить себя от них. Это временщик сегодня здесь, завтра там, и все может валить на предшественников и преемников. Суверенному правителю бежать некуда, и он в прямом смысле головой отвечает за успехи своего государства. Провалит правление, саму жизнь потеряет, да еще может быть мучительным образом. Поэтому у суверенных правителей бывают ошибки, но не может быть злого умысла, предательства и шкурного рвачества, коими переполнены мотивации временщиков. Теперь у Путина есть то, чего не было ни у Шеварнадзе, ни у Януковича – личная власть. Он, в отличие от политических проституток, опирается на личные силы, а не на те, которые временно, вплоть до особого решения ему предоставил олигархический заговор. Только благодаря этому сегодня язык Путина меняется. С языка Ивана Калиты, жалкого, пронырливого и услужливого он переходит на язык Дмитрия Донского. Тем не менее, следует понимать, что Путин – пацифист. В моих устах это отнюдь не комплимент. И сам никогда не обостряет обстановки. Реагирует же Путин в оборонном замысле, только там, где не отреагировать просто нельзя. По должности не положено не реагировать. Тут нужно понять и увидеть очевидную реальность, сокрытую под пеплом дерьмократического бреда. Новыми, малоизвестными нам тогда средствами гибридной войны Россию сломили и поставили на колени. Часть территории от России отторгли, так появились всякие Прибалтики, Украины, Грузии и тому подобное. Нельзя сказать, что Путин нарушил условия капитуляции России в 1991 году. Нарушили этот пакт, как раз таки американцы, которые решили дожать Россию уже сверх полученного в 1991 году. Им стало мало 40% отторгнутых от России территорий, захотелось идти дальше. Американская колониальная империя попыталась ворваться в буферные зоны капитуляционного режима, куда даже при Ельцине не совалось. Кроме буферных зон, агрессии подвергли земли уже внутри территории Российской Федерации. Чечня, Дагестан, в меньшей степени, но все же, Татарстан и так далее. То есть, грубо говоря, вслед за позорнейшей и безропотной капитуляцией 1991 года нам попытались навязать вторую капитуляцию, жестче прежней. Этим Запад и спровоцировал пацифиста Путина на военный ответ. Хотя, похоже, Путин предпочел бы не воевать пока, считая свой режим еще не готовым к решительным боям. Если бы НАТО соблюдало условия капитуляции России 1991 года, то и Российская Федерация из них бы не вышла. Но НАТО уподобилось тому волку, который, если повадился ходить в овчарню, не успокоится, пока всех овечек не передушит. Важно отметить, что хотя зачинщиком всех конфликтов выступала американская колониальная империя, у Путина уже были силы и средства ответить. Вы не заметили кое-что новое? Лигачев и Шенин – прекрасные люди в 90-м году не нашли сил и средств ответить Западу. Янаев и Крючков в 91-м году не нашли сил и средств ответить Западу. Рудской и Очало в 93-м году не нашли сил и средств ответить Западу. Зюганов и Харитонов в 96-м году не нашли сил и средств. Рохлин и Илюхин в 98-м году также не смогли ответить Западу. Я не хочу травить ваши раны, но это и мои раны. И они до конца не зажили. Но куда бежать от этой проклятой правды, когда из года в год у всех нас не находилось сил и средств ответить Западу? Лично я изменился в один момент. Я вам расскажу в какой, а вы сами судите, как вам быть. Новомученик и правдолюбец К. Душенов умирал в тюремной больнице. Как и все мы, я плакал, грыз ногти, как и все вы, я понимал, что ничего кроме как плакать не могу. Всемирный Кагал приговорил Душенова и методично убивает. Суд, тюрьма, истязание, больница, тюремное кладбище. Главная разница между мной, вами, нашими друзьями и Путиным в том, что мы хотели освободить умиравшего Душенова, а Путин сделал это. Вот это и есть та пропасть между балаболами и деловым человеком. Еще раз говорю, умереть за Россию даже героически мало, за нее нужно научиться жить. Пока из всего пестрого спектра патриотов всех мастей это получается только у Путина, каким бы он ни был и кем бы вы его не считали. Душенов жив, активно работает, пропагандирует за Путина. Долгих лет ему, страстотерпцу Душенову. Он живет второй жизнью, которой подарил ему Путин, как, наверное, и всем нам. Если бы у этих упырей получилось бы в России, как на Украине, разве мы были бы все еще живы? Я не агитирую за Путина, не заканчиваю разговор, а лишь начиная его. Я не даю вам ответов, а задаю вопросы. Нам не нужно творить кумира из человека, по-своему грешного и далеко не идеального. Но нам нужно, наконец, начать думать и отличать химеры воспаленного мозга от объективной реальности, которая тем и отличается от химер, что порой спорит с нами, не подстраиваться под наши фантазии, упорно выдвигает вещи, как они есть, а не так, как нам бы хотелось их увидеть. Субтитры создавал DimaTorzok